всем привет друзья сегодня продолжаем знакомиться с автомагнитолами из китая вы знаете что у меня установлена 10-дюймовая классная магнитола с которой по сегодняшний день нет никаких проблем на канале есть четыре видео в которых я ответил на большинство ваших вопросов также некоторым помогал вконтакте но поймите всем помочь абсолютно не могу то есть какие-то проблемы были какие-то нет но производитель компания айдуинг менеджер старается ответить на все вопросы которые есть так что welcome и сегодня мы смотрим на еще одну модель для skoda в частности ну есть и для других автомобилей выбирайте смотрите в магазине все ссылки а также скидка будет в описании что здесь коробки сейчас обо всем по порядку ребят поехали прошлое магнитола ребят разлетелась магазине как горячие пирожки примерно 120 заказов за полгода только одной модели что же не так было с 10 дюймами это все дело в том что у многих машине не установлен мультируль и полностью сенсорный экран не устраивает часть подписчиков мне самому пришлось потратиться купить руль подушку и еще все это дело установить что обошлось мне в плюс 400 долларов так замечание особо по работе нет пережила и зиму и жаркое лето все работает выглядит круто именно из-за сенсоров производитель решил предлагать еще вот эту версию с регуляторами все магнитолы добираются из китая целыми упаковка хорошая в комплекте набор проводов для подключения в штатный разъем канадаптер для отображения климата открытия дверей багажника и возможность сопряжения с мультирулем если у вас таковое есть появилась и документация с картинками по основным настройкам не забыли про gps модуль выносной микрофон два выносных usb набор для дополнительной акустики коннекторы камеры заднего вида и видеорегистраторов в общем все есть для установки перепутать кстати подключение сложно но все же обязательно проверьте визуально хотя бы расположение проводов по цветам со штатной колодкой иногда редко повторюсь иногда но бывает китайцы путают и приходится перепиновывать не так давно у меня случился такой случай и магнитола сгорела сейчас делаем ремонт сколько я не спрашивал сколько я не спорил с китайцами говорю но никто уже не использует диски процентов 5-10 наверное как мне кажется напишите в комментариях так ли это и продавцу говорю убирайте дисковод пусть там будет пустое место или кран чуть больше сделайте не хотят и отвечают как-то все невнятно говорят что много спрашивают именно за кнопки не сенсорные и регуляторы громкости поворотные в общем по первому виду это назад в прошлое имею ввиду модель но это не совсем так установка кстати ребят много времени не занимает буквально 30-40 минут снимаем старую магнитолу она идет кстати цельная с рамкой но суть остается та же вынимаем с нижней части и дальше отсоединяем при помощи пластиковой карты лучше использовать старую карту для новой магнитолы использовать буду старую рамку родную всего есть две версии рамок у меня чтобы было удобнее спрятать колодку основную я еще и снимаю перчаточный ящик также пластиковые карты поддеваем и вытаскиваем его проверяем магнитолу делаем пробное включение все отлично даже кнопки на руле перенастраивать не пришлось все работает как надо и даже кнопка вызова с правой стороны рубля тоже работает устанавливаем снимаем рамку с магнитолы там есть под ней четыре отверстия под шурупы прикручиваем штатное место ставим рамку и общий так сказать накрываем все идеально китайцы до миллиметров штампуют все точно выглядит это вот таким вот образом и как по мне повторюсь это шаг назад от той которая стояла у меня рамка конечно стандартная не черный глянец но все равно выглядит уже мелко на лицевой стороне расположены механические кнопки управления многофункциональный регулятор поворотная с функцией нажима и также экрану этой модельки 8 дюймов матрица IPS отличные углы обзора и хорошая цветопередача разрешение 124 на 600 пикселей экран утоплен вокруг него рама это добавляет комфорта при езде в солнечные дни меньше бликов внутри хорошая начинка именно 4 гигабайта оперативной памяти 32 встроенной процессор восьмиядерный рок-чип ipx 5 частотой полтора гигагерца за звук отвечает неплохой усилитель тда 7850 этого на сегодня ребят за глаза хватает для мультимедийности в автомобиле 8050 этого на сегодняшнего дня итак кратко что же умеет магнитолом главное это практически полноценный android новой девятой версии это позволяет устанавливать различные приложения из плей маркета которые и так уже присутствует на борту youtube плеер и приложения для автомобиля и видео на главном экране виджет времени даты и музыки либо радио верхней части шторка для быстрых настроек внизу кнопки популярных приложений холодный пуск происходит за 20-25 секунд также можно включить спящий режим или режим сна тогда аппарат включается за пару секунд по звуку как я уже говорил неоднократно говорил этот чип не хуже штатного свинга в новой модели добавили еще десятиполосный эквалайзер можно что-то поколдовать и настроить пресет для себя предустановленных тоже хватает никуда они не убежали навигация по умолчанию установлена навител работает шустро быстро можно конечно ставить те программы которыми вы привыкли или которые считаете лучшими настройках предусмотрены параметры для запуска и назначения клавиш приложений там же можно настроить или регулировать подсветку клавиш активировать работу видео при движении устанавливать или отключать звук при движении задним ходом и множество других параметров которым иногда лучше вовсе не лезть звук работает как с регулятора так и с руля и целом звучит повторюсь не хуже штатных свингов или болеро но мне же все же в этой версии звук показался лучше и понравился больше чем 10 дюймовой регулировка плавная без рывков и на руле когда делаешь поворот в добавление громкости однократно на прошлой сначала убиралась одна позиция а потом происходило добавление здесь же все в порядке в целом шустрая нормальная магнитола со всеми вытекающими фишками android можно подключить видеорегистратор камеру заднего вида выводить картинку с регика и подключать оба дэ адаптер радио цифровое тв также не проблема дешевле конечно такие устройства друзья не становятся и не собирают становиться но именно это магнитола продается уже по украине кого заинтересовало обращайтесь в личку или вы к instagram все ссылки находятся в описании продается дешевле а также ставьте лайк и подписывайтесь будет еще обзор новой 10 дюймовой в скором времени множество других видео есть на канале в общем колокольчик включайте слушайте хорошую музыку и не скучайте увидимся скоро вот красивая музыка вот спасибо картинка а мы мы Субтитры создавал DimaTorzok